Ребята, мы слышим от женщин это все время, на протяжении всей жизни. У меня есть проблемы, и ты даже не знаешь, каково это. Дамы, я знаю, что вас 10% от моей аудитории. У меня для вас новость. Сегодня в видео я покажу проблемы, с которыми сталкиваются только мужчины. Первое – свободная рука. Вы не очень сентиментальный тип, и не понимаете, что она чувствует к вам. Наступает ситуация, когда вы уже вроде как сближаетесь, и все даже хорошо выглядит. Но вы никак не можете понять, куда деть свою свободную руку. В защиту свободной руки скажу, что это может быть выполнено мастерски. Отличной пример Киану Ривз. Вы только гляньте на эти фоточки. Этот парень всегда знает, как поступить со своей свободной рукой. Для тех из нас, кого не зовут Нео или Джон Уик, давайте разберем, что делать со своей свободной рукой и что она означает. В общем, висящая рука может означать разные вещи для разных людей, но в большинстве случаев она означает, что этот парень не знает, что делать в данной ситуации. Может, он даже не знает хорошо этого человека, вокруг которого он кладет свою руку. Итак, инструкция из трех пунктов. Первое – будьте взаимны. Если к вам подходит человек и обнимает, то вы можете спокойно в ответ обнять его. Второй совет – идите выше. Просто положите руку ему на плечо. Это очень безопасное место для руки. Как-то раз я обнял свою сводную сестру за талию. Я ничего не имел в виду, просто случаются такие ситуации. Тогда можно просто попросить прощения. Просто держите свои руки выше. Там наверху гораздо безопаснее. И третий совет – чувствуйте себя более комфортно среди людей. Вы будете делать совместные фотографии, и вы будете позировать на них с людьми. Так что практикуйте. Следующая проблема – от нас всегда ожидают хорошего настроения. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Женщины всегда ждут от нас, что мы будем первыми. И если вдруг женщина первая возьмет инициативу, то мы должны быть готовы ко всему. С возрастом у парней их приоритеты и обязанности изменяются. Вы начинаете больше времени проводить за работой. Ваши отношения тоже меняются. Вы уже с одной женщиной пять лет. Да, она вас привлекает, но все меняется, и это уже для вас рутина. Может, вы уже женаты, и у вас есть дети. После всего этого ваше время для секса, оно очень сокращается. Конечно, это все еще происходит, но секс занимает все меньше времени в расписании. Что еще хуже, так это половина из мужчин в какой-то момент времени начинает испытывать проблемы с эрекцией. Следующая проблема – очень тесно пересекается с последней. Женщины ожидают, что мужчина сделает первый шаг и пригласит на свидание. Чтобы вы понимали, 94% женщин ожидают, что мужчина пригласит их на свидание. Лично для меня эта цифра была слишком высокой. Это я взял из исследований 2011 года. Там задавался именно такой вопрос. Почему женщины не приглашают мужчин на первое свидание? И все дело в получении отказа. В общем, несмотря на то, что мы видим этот всплеск развития гендерного равенства, в социуме по-прежнему мужчина должен быть инициатором. И вот в чем проблема и то, что приносит очень много боли и страдания. Нам, парням, отказывают гораздо чаще. К тому же исследования показывают, что мужчина гораздо более принимает отказ, чем женщина. Изменится ли это когда-либо, я не знаю. Потому что тут еще играет роль статистика. Мужчины делают попытки и приглашают на свидание сотни девушек. А женщины, в свою очередь, более выборочны. Они понимают, что парни все равно будут идти на риск. Так что они могут откинуться на спинку и смотреть на кандидатуры, пока не появится тот, который ей больше всего приглянется. Так что для них это менее энергозатратно. Следующая проблема у парней. Подержи мое пиво, я тебе покажу. Вы когда-то смотрели «Присуждение премии Дарвина»? Это когда кто-то делает что-то тупое, порой даже приводящее к смерти. В чарте доминируют мужчины. По факту, мужчины предрасположены рисковать. Большую часть в этом играет развитие фронтального отдела мозга. Она более медленная и требует больше времени. С возрастом мы уже менее подвержены риску. Но суть в том, что мы не все доживем до этого возраста. Потому что мы делали слишком много тупых вещей, когда были молодыми. Мужчины также чаще устраиваются на работу, которая опасна для жизни. Например, фермерство, военная карьера, полицейские, пожарные. И в дополнение к этому мы не любим ходить по врачам. В отличие от женщин, мы реже пользуемся превентивной медициной, чтобы обнаружить у себя болячку, которая может нас убить. По факту, мужчины в среднем живут меньше, чем женщины. Как же это изменить? Если вы ловите себя на моменте, когда просите кого-то подержать ваше пиво, пока вы сейчас что-то продемонстрируете, то, скорее всего, вы делаете именно такое глупое действие в этот момент. Так что лучше всего сделать шаг в сторону и подумать. Я прекратил ездить на мотоцикле, а я так люблю это делать. Так что, как только мои дети покинут мой дом и все находится на своих местах, я вернусь к этому. Пересмотрите свою диету, то, как вы ходите в зал, чтобы ваше здоровье было лучше, и вы смогли прожить подольше. Большинство мужчин не ходят к доктору? Не будьте большинством мужчин! Следующая проблема, с которой сталкиваются парни, это одиночество. И все становится только хуже. Конечно же, женщины сталкиваются с одиночеством, но мужчины не просто сталкиваются с ним, мы просто умираем. Они были женаты долгое время, и они теряют свою жену. Она умирает от рака, мужчина умирает в течение нескольких месяцев или даже недель. Почему? Потому что он перестает заботиться о себе, у него нет друзей. Что интересно, мы сами перестаем создавать сети с друзей после того, как заканчиваем университет. Мы сами закрываемся, особенно когда начинаем строить отношения с женщиной. Когда мы находим себе партнера, кого-то, с кем мы понимаем, что у нас есть контакт. Затем появляются дети, мы фокусируемся уже на них. Женщины преуспели в этом лучше и создают более глубокие отношения. Мужчины же заводят больше контактов, но они очень поверхностны. Я лично столкнулся с этим недугом, когда понял, что мне не с кем поговорить и обсудить свой бизнес. Вы знаете, у меня есть степень по философии, так что мне пришлось целенаправленно принимать усилия, чтобы создать такие вот отношения. Я мотивирую парней организовывать, мальчишники по выходным. Лучшее, что вы можете сделать, это понять, что нет ничего плохого в том, чтобы время от времени проводить время с другими ребятами. Создавать дружеские отношения на протяжении всей жизни. Итак, что посмотреть дальше, что скажете насчет 10 советов, как повысить уверенность в себе. Ссылка в описании.